здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео поросятки возраст месяц рыжий свиноматка иди кушай иди кушай в общем смотрите сами можете убедиться насколько хорошо они растут одно из скажем так для роста одна из предпосылок для хорошего роста ну естественно корма до корма плюс тепло содержание в нормальных условиях тепло сухо не воняет как видите получить допустим поросяток не очень сложно свиноматка по нынешним временам цена на корма высокая допустим на откорм держать выхлопная на меньше чем если держать свинку на свиноматку да есть какие-то нюансы в плане если допустим поросенок может погибнуть я не знаю она его задавить может мало ли как-то не разродиться есть свои острые грани скажем так но по факту по факту создав условия более-менее и это я замечу это не супер тут сарай какой-то со стеклопакетами старой старенький у меня был я его уже использую третий год или четвертый даже поросятки как видите он вот месячном возрасте они уже там 10-12 килограмм весит по книге должны 6-9 килограмм весну как бы растут неплохо все классно с ними готовы в принципе готовы продажи подержу еще недельку шум ну как бы хорошо не подвисли когда от мамки будут их они от мамки будут отниматься чтобы они хорошо развивались а не просаживалась у них развитие так что ну такие вот у нас получаются хрюшки что я хотел сказать на этом видео можно заниматься свинками даже если цена на зерно кусается но покупать все равно желательно конечно во время уборки я брал зерно можно было взять по 4000 тонн ты сейчас можно найти по 4 зерноотходы пидурам так что в принципе было бы желанием можно и на откорм конечно но откорм это у меня тут дюрки петренчик вот такое что-то вот эти вот бегают на петренчика похоже красненькие дюрки вот это дюрок такой нормальный в общем я к тому веду что можно разводить поросятками продавать допустим тоже достаточно это выгодно все да есть свои там просадки в цене сейчас цена там в районе 1000 гривен за поросенка и это в принципе я считаю это вполне приемлемая сейчас цена по свиноматка принеся 10 поросят а за год она успевает 2,5 раза принести поросят грубо говоря вот посчитайте за год она съест кормов там на тонну грубо говоря тонну тонну зерна у нас есть сама в одно жало при этом 20 поросят это порядка 20000 будет денег на 20000 можете позволить за 4000 тонну зерна купить ну содержание опять же очень сильно упрощает процесс содержания глубокая подстилка это она не дает нету необходимости выгребать каждое утро каждый день это очень очень удобно очень классно единственное конечно сделать это желательно из кирпича все чтобы она потому что ну доска доской оббивал тогда в то время как делал это три года вот три года доску они пожрали сейчас уже конкретно везде подлатывать приходится но это чисто из-за того что мне не было просто финансов не хотела ну то что не хотелось то и не было вкидывать хотелось зарабатывать деньги ну стартового капитала как такого особо не было сейчас сейчас ждем стране у нас все хорошо возможно мы поедем поменяем страну но опыт по содержание разведения свиней на поросяток как бы есть все получается очень неплохо как видите сами при этом что я хочу сказать не надо над ними особо труситься свинки животные умные поэтому они и сами не очень нихерово за собой как бы за себя постоят и все у них хорошо получается все они классно там и разводятся и плодятся и он ведь кушает молодцы какие поэтому если вдруг появилось непреодолимое желание заработать денег как вариант вполне себе можно заняться и разведением на поросяток свиней повторюсь требование главное создать условия дальше они сами все сделают имеет большое значение хряк чтобы он был нормальным чтобы он был не близкородственный там свиноматка свиноматка этим не бюро щекку синоматка у меня уже взрослая но при этом очень-очень мне нравится хорошая такая беспокойная характер у нее более-менее такой не вредный не ломает ничего не бьет кушает кушает хорошо кормить надо араву целого 10 поросяток как видите чувствуют себя прекрасно активные бегают кушают к мамке в кормушку лезут свою кормушку лезут ничего страшного у нас собака барабака тут появился в общем вот такие дела вот такое свинство у нас сейчас сегодня у нас 10 декабря скоро новый год на новый год еще свинка опроситься эти продадутся в общем процесс идет и грубо говоря там 6 свиноматок позволят получать ежемесячно прибыль какую-то соответственно от этого можно даже в принципе и жить до самая важная заготовка кормов по минимальным затратам но опять же повторюсь даже сейчас можно по 4000 тонн а взять у нас не у нас именно на нам на 80 километров отъехать в сторону но я реально вполне реально найти корма не слишком дорого поэтому все все возможно все реально было бы желание вот у нас свинка еще раз обратите внимание как она высосалась уже худенькая стала поросятки проколоты у нас два раза железом два раза витаминами в общем комплекса витамина в общем поросятки полностью готовы к продаже чувствую себя прекрасно бегают он веселые порода мясная не бекон правда ну я считаю что он там два под подбекончика есть а тут вот сейчас побежал вот этот подбекончик а я тут что прячется под бекона остальные дюрочки такие уверенно бекончик рыженький стоит в кормушке чтобы бекон а вот он нормальный дюрок только белый дюрок да ты красный дюрок как у тебя белый от папы дюрок получился общем как сами видите все прекрасно все работает было в желании повторюсь и все реально зарабатывать денежки даже со свинок даже знаете что у меня немного ну как не то чтобы я такой там сентиментальный ну так жалко было вот это сдавать их когда их на бойню везут а поросяток отдаешь и они идут в хорошие руки их кормят за ними следят не видишь этого конечного этапа когда их надо забивать и так знаете на душе спокойнее как-то в общем такое видео получилось коротенькое подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комменты всего доброго